Бархатцы, петуньи и виолы. В Барнауле таких цветов к лету высадят полмиллиона. И счастлива будет не только одна девушка, как поется в знаменитой песне про розы, но и все жители и гости краевой столицы. Экологи шутят, цветы нужны для душевного спокойствия горожан. Сейчас в самом разгаре цветения тюльпанов. На их смену придут петуньи. Сейчас высаживают 210 тысяч штук. Далее по популярности бархатцы. Их посадят более 120 тысяч. Основные площадки высадки это газоны и аллеи города. Сегодня начали работу сразу в пяти районах Барнаула. На улице Молодежной, Антона Петрова, Георгиева, 50 лет СССР, а также на набережной. Перед высадкой важно все продумать, начиная от цвета растения, заканчивая полной композицией. Одним днем не обойтись. Прорабатываются дизайнерские эскизы. Всю зиму у нас дизайнер работает и готовит эскизы. Потом мы их согласовываем с комитетом по дорожному хозяйству. Дизайнер прорабатывает с растяжками, с рисуночком. Сначала готовим на почве, а затем уже высаживаем цветочные рассады. То есть и по цвету, и по сортам. Все это очень интересно, кропотливо. Цветы растут в теплицах Барнаула. Перед посадкой подготавливают почву. Вспахивают, поливают, добавляют органические удобрения. Далее высаживают. На протяжении всего года за растениями будут ухаживать. Поливать минимум два раза в день. Рыхлить пропалывает до самой осени. Кроме цветов появятся еще и полторы тысячи деревьев. Это дубы, яблони, лиственницы и березы. Озеленение, вообще растительность городская, это щит, который защищает население от неблагоприятных воздействий. То есть, ну в первую очередь деревья, то есть чем больше масса растения, тем больше пользы оно приносит. Оно защищает от шума, от воздействия пыли, от газов. То есть, очень много таких полезных воздействий, которые связаны с деревьями. Не все деревья благотворно влияют на окружающую их среду. Эксперты предупреждают. Тополь и клён – худшие из представителей флоры для сожительства с другими видами растений. Кстати, к лету Барнаул не только заиграет красками цветов, но и переливами радуги фонтанов. 20 из них, те, за которые отвечает администрация города, уже расконсервировали. Фонтаны в нашем городе будут работать в рабочие дни не менее 6 часов, в выходные дни не менее 8 часов. И при определенных критериях. Эта температура воздуха должна быть более 15 градусов. И, конечно, должен отсутствовать сильный порывистый ветер. Уже сейчас работают 15 из них. 5 еще ремонтируют. Но к началу лета все работы будут выполнены, обещают городские власти. Анна Муратова, Роман Хайрулин, Анатолий Фукс. Новости.